МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Большой потенциал для сотрудничества с Китаем. Уважаемый Алексей Олегович, здравствуйте. Спасибо, что вы делили нам время. Расскажите, пожалуйста, о значении сопряжения инициативы пояса и пути с Евразийским экономическим союзом для углубления китайско-российского сотрудничества. Сегодня Китай и Россия находятся, как мне кажется, в наивысшей точке своих отношений, отношений стратегического партнерства, дружбы по всем направлениям. Партнерство Россия-Китая является ключевым ориентиром для большинства государств мира, для большей части мирового населения, которое хочет выбирать путь самостоятельного развития в своих национальных интересах. Поэтому инвестиции, развитие инфраструктуры, развитие логистических коридоров, экономика, торговля, создание совместных производств, совместные проекты в области образования, культуры, спорта, весь этот комплекс вопросов, которые составляют и приоритет в рамках инициативы пояса и путь, и являются приоритетными вопросами в рамках Евразийского экономического сообщества, безусловно, выигрывают от партнерства его крупнейших участников Китая и России. Вы принимаете участие в третьем форме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках пояса и пути. Какого уровня сотрудничества вы ожидаете достичь с Китаем? Сотрудничество с Китаем развивалось много лет, шаг за шагом, и, как я уже сказал, на сегодня достигло очень высокой точки. Но, безусловно, у нас еще есть такие отрасли, такие вопросы, которые можно продвигать еще дальше. Это приграничное сотрудничество, за которое как раз отвечаем мы на Дальнем Востоке, более тесное взаимодействие, большая кооперация между регионами Дальнего Востока и Северо-Востоком Китая. Это сотрудничество в области образования. Одна из интересных инициатив, которую я обсуждал здесь, на полях этого форума, является взаимная работа по подготовке китайских студентов для поступления в российские вузы, российских студентов для подготовки обучения в Китае. Это спорт, это увеличение сотрудничества в области сельского хозяйства. Премьер-министр России Михаил Мишути в мае заявил, Что 70% трансграничных расчетов между Россией и Китаем уже проводится в национальных валютах. Расскажите, пожалуйста, каков смысл перехода на расчеты в национальных валютах для поддержания правильного направления развития международной валютной системы? И как это влияет на углубление китайско-российского дорогого экономического сотрудничества? До самого последнего времени мировая валютная система была несбалансирована. Структура мировых расчетов, структура мировых накоплений, структура мировых инвестиций не соответствовала тому, не соответствовала структуре мировой экономики. Все больше товаров производят страны и природных ресурсов, и энергии, и обработанных товаров. Не те страны, в чьих валютах ведутся расчеты. Поэтому, если Китай является одним из крупнейших мировых экспортеров товаров, если Россия является одним из крупнейших мировых экспортеров энергии, сельхозпродукции, то, конечно, разумно вести расчеты в национальных валютах, вести сбережения в национальных валютах. И работа, которую сегодня Россия, Китай и другие государства, стоящие на пути суверенного развития проводят, как раз относится к отходу от валют зарубежных стран, которые фактически пользуются своими валютами как оружием. Уже 13 лет Китай является крупнейшим торговым партнером для России, в том числе и на Дальнем Востоке. Каковы, на Ваш взгляд, самые интересные совместные проекты на Дальнем Востоке, из реализуемых на данный момент? Это, безусловно, участие китайских партнеров в создании Амурского газоперерабатывающего и газохимического комплекса. Это огромный проект, который позволяет создавать дополнительную стоимость на основе нашего стратегического партнерства газового экспортного коридора на трубопроводе «Сила Сибири», совместно создавая современнейшее химическое производство. Мы ценим участие китайских коллег, китайских партнеров в судоверфи «Звезда», которая позволяет создавать нам танкеры ледового класса для перевозки нефти, газа и, что очень важно, для развития северного морского пути. Мы помогаем и поддерживаем переговорам китайских коллег об участии в проекте развития баимского медного месторождения. Медь сегодня является одним из важнейших металлов в свете перехода к электрической энергии, в свете перехода на чистую, возобновляемые источники энергии. Поэтому баимский проект, который будет одним из крупнейших в мире, является стратегическим и отвечает интересам России и Китая. Китай – крупнейший источник туристов для России. В последние годы все больше интересов у китайских туристов вызывает Дальний Восточный регион. Каковы, по вашему мнению, преимущества Дальнего Востока в туристическом сфере? И какие меры, на ваш взгляд, еще нужно принять, чтобы привлечь большие гостей из Китая? И для гостей из Китая, и для гостей со всего мира, и для самих россиян, прежде всего, Дальний Восток и Арктика ценны своей уникальной природой. В Китае плотность населения на квадратный километр более чем в 100 раз выше, чем на Дальнем Востоке. Поэтому возможность оказаться в окружении нетронутой уникальной природы, прикоснуться к вулканам Камчатки, посмотреть на удивительные Курильские острова на Сахалине, посмотреть на ледяное безмолвие Чукотки, на великое море Байкал, мы его называем морем, и многие другие чудеса во всех регионах Дальнего Востока и Арктики, безусловно, представляют огромный интерес для китайских туристов. Конечно, для того, чтобы их могло быть еще больше, нужно создавать инфраструктуру. Мы этим сейчас занимаемся. В рамках наших территорий опережающего развития свободного порта Владивосток создается более 300 новых туристических проектов. Это гостиницы, базы отдыха, отдаленные комплексы, логистические комплексы, для того, чтобы туристы могли достичь до самых изолированных, самых скрытых, бесценных сокровищ нашей дальневосточной природы, прикоснуться к ним, при этом делать это все комфортно и безопасно. Ну и, конечно, нужно увеличивать количество авиационных рейсов между нашими двумя регионами, и мы над этим тоже работаем. Мы развиваем единую дальневосточную авиакомпанию «Аврора», для того, чтобы китайский турист, попав в любую из столиц регионов Дальнего Востока, мог легко долететь потом до места своего отдыха без пересадок.